Музыка Проезжая вдоль улицы Мирной в сторону центрального кладбища, трудно не заметить строительную технику и кучи вырытого грунта. Работа на данном участке – один из этапов масштабного проекта модернизации водного хозяйства Анапы. Специалисты ведут строительство коллектора очищенных сточных вод. Строительство очищенного коллектора сточных вод требуется городу для уменьшения количества аварий. Город растет, растет потребность, и это значительно упростит работу очистных сооружений города. Общая протяженность нового коллектора, который соединит очистные сооружения и камеру гашения на высоком берегу – 5700 метров. Примечательно, что данная магистраль не заменит старую. Более того, дополнит и увеличит пропускную способность до 114 тысяч кубометров в сутки. Для сравнения, сейчас этот показатель составляет 70 тысяч. На данный момент уже проложено порядка 5300 метров. То есть вышли на последний уже практически на финишный этап. Вот это улица Мирная, улица Мирная, и у нас осталась небольшая перемычка в районе Субсевского шоссе, где императорский парк. На пути коммуникационных сетей несколько автомобильных дорог. Копание траншей точно создало бы неудобства водителям и кратно увеличило сроки строительства. Поэтому прокладку труб под дорожным полотном проводят методом прокола. Так называемый прокол осуществляется с помощью установки горизонтально-шнекового бурения. Данное оборудование одновременно бурит и продавливает стальной футляр диаметром 1420 миллиметров. В дальнейшем специалисты смонтируют сюда рабочую трубу диаметром 1000 миллиметров. В роли рабочей трубы изделие красного цвета с высокими защитными свойствами. По материалам мы используем высокопрочный чугун. Преимущество его в том, что он рассчитан на срок эксплуатации больше 50 лет. Выйти на этап узконаладочных работ специалисты намерены осенью текущего года. Напомним, что в рамках модернизации водного хозяйства курорта также запланирована реконструкция городских очистных сооружений. Проект находится на экспертизе. 28 июля 1988 года. Дата, которая определила будущее и цивилизационный путь русского народа. 1036 лет назад князь Владимир крестил Русь. Спустя многие годы знаковое событие не теряет своей актуальности. И во всех храмах проходят праздничные службы. Символично, что новый храм в Анапе был назван в честь равноапустленного князя Владимира, основоположника святости в русском народе. На божественную литургию в праздник пришли сотни верующих анапчан. Меня назвали в честь князя Владимира. У меня и день рождения сегодня. Я думаю, что этот праздник для всей нашей большой страны имеет важное значение. По завершению праздничной службы вокруг Крещенского парка впервые в его истории состоялся крестный ход. Прихожане выстроились в организованную колонну. Во главе под перезвон колоколов шагал, в том числе инициатор создания Крещенского парка, депутат ЗСК Николай Морарь. Я сердечно поздравляю всех с праздником, с Крещением Руси. Хочу сказать, что слава Богу, что мы живем в России, в настоящей православной стране. Я хочу пожелать каждой семье крепкого здоровья, Божьей благодати. И давайте будем соборно молиться о нашей стране в это непростое время. С праздником, дорогие братья и сестры! Совсем недавно безжалостно распиленная доска служила основанием для пола ни то магазина, ни то кафе. Впрочем, сегодня это уже не важно. Важно то, что данную строительную конструкцию начали разбирать. Когда-то хозяин этого строения решил подзаработать денег и возвел деревянную конструкцию прямо на берегу моря. Однако предприниматель то ли не знал, а может быть просто проигнорировал тот факт, что на этом месте запрещена коммерческая деятельность. О нарушении бизнесмену напомнили сотрудники мэрии Анапы. Специалистами управления санатурно-курорного обслуживания в ходе мониторинга пляжной территории были выявлены объекты, расположенные вне схемы. По данному факту было направлено письмо управления муниципального контроля, после чего были составлены акты о демонтаже. О важности работы по демонтажу незаконных торговых объектов на прошлой неделе напомнил мэр Анапы. На совещании по обеспечению общественной безопасности Василий Швец отметил, что наведение порядка в области потребсферы – одна из ключевых задач, чтобы отдых жителей и гостей курорта был максимально комфортным. Разборка несанкционированных торговых точек на пляже Станицы Благовещенской не ограничилась одним объектом. У нас в работе на сегодняшний день будет составляться еще около четырех объектов. Борьбу с незаконно установленными торговыми объектами продолжат и дальше. Мониторинговые мероприятия специалисты мэрии будут проводить каждый день. Все учебные кабинеты готовы, рекреации готовы, столовая, спортзал, актовый зал – все готово. До 1 сентября остается чуть больше месяца. А это значит, в Анапе продолжается ежедневная проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Эта процедура у нас проходит ежегодно. По постановлению главы мы удостоверяемся готовности учреждений, подготавливаются акты готовности учреждений, в дальнейшем мы передаем их в Министерство образования. В состав комиссии традиционно входят специалисты управления образованием мэрии, Росгвардии, отдел надзорной деятельности МЧС и профсоюзной организации. В центре внимания вопросы пожарной и антитеррористической защищенности, исправности системы оповещения и отопления, а также наличие средств пожаротушения. Кроме этого, специалисты осматривают оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков. По итогам проверки учреждения получают акт приемки. Если есть недочеты, назначают повторную комиссию. Где-то нужно ремонт доделать, где-то нужно исправить предписание нарушения Росгвардии либо других органов надзорных прокуратуры или Роспотребнадзора, для того, чтобы детки пришли в комфортную, главное, безопасную и счастливую образовательную среду 1 сентября во все наши городские учреждения. На сегодняшний день из более чем 90 муниципальных учреждений образований 80% получили паспорт готовности. Проверка продолжится до 15 августа. Безумно. Ой, настолько мы рады, что вот этот парк делают. Это просто такое, ну, жемчужина, скажем так. Черноморский парк в микрорайоне Горгипия настолько полюбился людям, что некоторые образно сравнивают его с драгоценным камнем. Уже сейчас общественное пространство поражает своими масштабами. То ли еще будет, ведь это только первый этап реализации благоустройства уникальной зеленой зоны курорта. Жители, мы их поддержали, они проголосовали, чтобы назвать этот парк черноморским. Первый этап нашего черноморского парка, в принципе, можно сказать, что на сегодняшний день уже завершен. Я знаю, что детвора уже здесь практически каждый вечер находятся. Здесь вместе с родителями. Здесь очень уютные, комфортные у вас такие достаточно и спортивные, и игровые сооружения. Основные сделаны у нас четыре площадочные зоны. Все мафы установлены. Как мы видим, дети уже играются. Также высажены деревья, кустарники. Выполнен автоматический полив. Виде наблюдения тоже установлено. Уже запустили и уже в тестовом режиме проверили. Мамы с колясками, дети на роликах и велосипедах. Семейные пары на качелях под теневыми конструкциями. Активное движение в черноморском парке прекращается разве что только ночью. Занятие по душе на территории общей площадью 3 гектара найдет абсолютно каждый. И не только развлекательное, но и полезное для здоровья. Например, в настоящем уличном спортзале. Данной площадкой пользуюсь. Прихожу сюда с ребенком. Все нравится. Когда деревья все вырастет, вообще будут шикарно. Все оборудовано. Спортивная площадка шикарная. Также с ребенком приходим, занимаемся. Висим, прыгаем. Все нравится. Спасибо. Трудно не обратить внимание на зеленый наряд парка. На данный момент новое общественное пространство украшает более 3,5 тысяч деревьев, кустарников и цветов. С этого года посещение Черноморского парка – обязательный пункт в графике планов многих гостей курорта. Очень хорошее место. Детских площадок много. Красиво сделано. Интересно. Интересно даже, да. Создание парка – одна задача. Вторая – сохранить его красоту. Этим ежедневно занимаются специальные сотрудники, которые проводят сануборку и покос травы. В ближайшем будущем такой работы станет больше. На очереди – реализация второго этапа благоустройства Черноморского парка. Горгипи считается самым быстроразвивающимся микрорайоном Банапи. План застройки здесь изначально продумывали тщательно. И развитие социальной инфраструктуры – ключевое направление. Два года назад в Горгипи открыли новую школу на 1550 мест. На этом комплексное развитие не останавливается. Первый участок Черноморского парка вот здесь рядом с Субсехским шоссе реализовали. Два детских сада должны быть построены в этом году. И один и второй уже бетонные работы, монолитные работы выполнены. Уже делаются внутриплощадочные, внутриобъектовые сети. Все эти процессы сейчас уже максимально в активной фазе, в активной стадии. У нас стоят объекты, которые должны быть реализацией в следующем году. Один из них – это поликлиника, вот здесь рядом, на 420 посещений. Бассейн плавательный. Уже выродка от лаван, и буквально в ближайшее время будет уже заливаться фундамент, и здание начинает строиться. В будущем микрорайон дополнительно обрастет тремя детсадами и школой. Кроме этого, здесь появятся дворцы искусств и молодежи, также почтовое отделение, пункт полиции и большой торгово-развлекательный центр. При планировании развития микрорайона мэрия совместно с застройщиком советуется с местными жителями. В среду Василий Швец встретился с активистами Горгипии, которые озвучили ряд волнующих вопросов. Один из первых – качество воды. Чтобы улучшить его, специалисты провели ремонт насосного оборудования. Немаловажным для жителей стал вопрос размещения автобусной остановки. Возможность рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения. На встрече также обсудили тему создания в Горгипии детской поликлиники или выделения отдельного помещения под медучреждение. Вопрос рассмотрит Министерство здравоохранения Кубани по инициативе мэра курорта. Инициатива «Проводить реабилитацию» для участников СВО притворилась в жизнь после личного приема депутата ЗСК Алексея Аксенова. Иван Гребнев, руководитель оздоровительного центра, вышел с предложением к парламентарию проводить реабилитацию спортсменов и получил полную поддержку. При этом было принято решение заняться и восстановлением здоровья наших воинов. Думали, как его концепцию спортивную адаптировать в жизнь нашего муниципалитета. И, конечно же, очень важно, чтобы наши солдаты проходили реабилитацию и духовную, и физическую. На данный момент в оздоровительном центре приняли первую группу из пяти человек. Моя задача как физического реабилитолога – это как можно быстрее включить функцию тела, включить функцию организма человека и отправить его в повседневную жизнь уже без боли и без ограничений. Здесь будет зависеть все от травмы, от самого заболевания человека. С военнослужащими в оздоровительном центре работает профессиональный физический реабилитолог. Особенность процесса оздоровления – уникальный кинезетический антигравитационный тренажер Экзарта. С его помощью все манипуляции специалист проводит с пациентом в подвешенном состоянии. Первый раз мы сейчас ознакомительны, и мне достаточно, вот вы сами видели, пяти минут хватило. Как бы мышцы работают по-другому, совсем другая система работы организмов в принципе. Когда ты ходишь в зал и занимаешься железом, или просто бегаешь – это одно. А когда ты пришел сюда, и статические упражнения какие-то разного характера, на разные группы мышц – это вообще, ну это реально совсем другое. По словам депутата ЗСК Алексея Аксенова, работа будет продолжена и расширена. В настоящий момент готовятся документы для получения губернаторского гранта. Мэр Анапы Василий Швец провел очередной час контроля. На повестке заседания – вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Участие в совещании приняли зампредседатель Совета Игорь Филимонов, руководители структурных подразделений и предприятий, а также главы сельских округов. Все службы, все предприятия, конечно, на постоянной основе сегодня задействованы. И вообще работа ведется так достаточно активно, постоянно. Но, тем не менее, это самый большой блок, самое большое направление. Вопросы касаются всех сфер жизнедеятельности города, тем более высокий курортный сезон. Поэтому, конечно, здесь сейчас нагрузка на нашу жилищно-коммунальную систему колоссальная. К этому дню по направлению ЖКХ на исполнении находятся выше 100 поручений мэра. Все они даны по итогам личных приемов, обращений граждан и совещаний. Во время заседания были подняты темы санитарной очистки и озеленения территории, монтажа детских площадок, создание доступной среды для маломобильных граждан и другие. Все поручения продолжают оставаться на контроле до полного выполнения. Так называемые умные платные парковки в нашей стране далеко не новшество. К примеру, на Кубани подобные специализированные места существуют в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. В прошлом году о создании платных парковок заговорили и в Анапе. У многих сразу назрел вопрос, а для чего они нужны на курорте. Конечно, причина первая – это разгрузка дорожно-транспортной инфраструктуры, которая сегодня в Анапе перегружена и вне сезона. В сезон можете себе представить, что здесь происходит. По большей причине – это снижение аварийности, это повышение безопасности дорожного движения и, конечно же, экологичность. Отличить платную парковку можно будет по специальному знаку белого цвета с тремя черными кругами, внутри которых цифры 10, 15 и 20, а также по информационному аншлагу. Тариф установят единый – 40 рублей за час. Стоимость высчитали по методике Минтранспорта, учитывая средний душевой доход населения в крае и коэффициент средней цены проезда на общественном транспорте. Оплатить парковку можно будет несколькими способами. В терминале просто вводится государственный регистрационный знак транспортного средства, выбирается время начала и окончания парковочной сессии. Терминал сам высчитывает стоимость, которую нужно оплатить, и простым касанием карты оплаты можно произвести оплату. Это первое. Второе, и вот здесь всем рекомендую, это самое, наверное, удобное сегодня – это мобильное приложение. Компромиссное решение – это оплата через СМС. Конечно же, мы предусмотрели наличную оплату. Наличная оплата будет производиться в терминалах Сбербанка. То есть в любом терминале системы Сбербанк можно будет подойти, выбрать парковочное пространство Анапы и произвести оплату. Последнее завершающее – это оплата на сайте. Кому неудобны все остальные способы, пожалуйста, платите на сайте. Оплату не обязательно вносить сразу. Важно, чтобы она прошла до конца текущих суток, когда автомобилист воспользовался парковкой. В противном случае собственнику машины придется оплачивать штраф. По 608-му закону Краснодарского края в админициативных правонарушениях предусмотрен штраф в 3000 рублей. Хочу напомнить, что это штраф не нарушение правил дорожного движения, это штраф по закону Краснодарского края и никакой скидки, на которую можно рассчитывать в случае нарушения правил дорожного движения, ее не предусмотрено. Действовать начнут в том числе бесплатные периоды парковки. Это первые 15 минут и с 20 часов вечера до 8 часов утра. Контроль за парковочным пространством возложат на специальные электромобили и стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Для местных жителей отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. Есть категории, которые льготные, вообще бесплатные. То есть это инвалиды первой, второй, третьей группы, это герои России, герои Советского Союза, это многодетные семьи, туда же мы добавили сейчас владельцев электромобилей. Ну и для местных жителей вот буквально на днях утвердили тариф, это будет 6400 с чем-то рублей, ну округляя, говорим, 6500 рублей в год. То есть единоразовый человек, который местный, имеет постоянную прописку на территории муниципального образования города Куртанапа, вправе обратиться за получением такого абонемента по вышеуказанной стоимости. Работать платные парковки будут круглогодично, без выходных. Запуск запланирован на ближайшее время. В последний день июля 2024 года экипаж надувного парусного «Тримарана» ступил на родную землю. АНАПА стала первым городом России, который встретил путешественников кругосветной экспедиции РГО после трехлетнего отсутствия. Первоначально маршрут планировался через Европу, потому что русские кругосветки шли через Европу, возвращались. Но из-за санкций вход в порты Европы для русских экипажей сейчас невозможен. Мы изменили маршрут, и из Индийского океана пошли не вокруг мыса «Доброй надеждой», а через Красное Средиземное море, Черное море. И здесь мы, в российские берега, сказали, что самое удобное место, куда можно войти – это Анапа. Также команда провела более 250 встреч с жителями разных стран и регулярно выходила на связь с российскими школьниками в рамках уникального образовательного проекта «Уроки из океана». Мэрия предложила нам провести встречу с детьми, рассказать о нашем путешествии. Это очень важно, потому что образовательные программы в данной экспедиции – это главная изюминка экспедиции. Потому что обойти вокруг света можно. Да, у нас цель сохранения исторической памяти, потому что в мире ничего не знают о морской славе России, а то, что знают, они просто все размазывают, замазывают. И то, что в Тихом океане было 150 островов, открыто и названо русскими мореплавателями – Белинсгаузен, Коцебо и Крузенштерном. Об этом сейчас никто не знает. Поэтому мы вот эту миссию выполняли во всех странах, рассказывали про экспедицию. А вот вторая главная миссия – это проведение уроков географии для российских школьников. Евгений Ковалевский и Станислав Березкин проведут в городе-курорте ряд образовательных мероприятий, а через неделю отправятся до финальной точки маршрута – Кронштадта, откуда начали свой путь в 2021 году. Из названия по пути русских кругосветных мореплавателей звучит главная миссия экспедиции. Мы идем вокруг света. Мы – это Томское отделение русского географического общества. экипаж из двух человек, и у нас есть еще береговой штаб в Томске. И главная задача – обойти вокруг света, повторив путь первых русских кругосветных экспедиций XIX века. Мы стартовали 1 июля 2021 года в Кронштадте. Это было очень важно, потому что в Кронштадте стартовали все первые русские кругосветные экспедиции. И они все возвращались в Кронштадт. В Анапе прошел профилактический рейд по борьбе с незаконной миграцией. Основная цель мероприятия – контроль за соблюдением иностранными гражданами режима пребывания и трудовой деятельности на территории нашей страны. На одной из строительных площадок, расположенных на Пионерском проспекте, сотрудники отдела по вопросам миграции, отдела МВД России по городу Анапе, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мэрии Анапы и представители казачества проверили трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья и Африки. В ходе мероприятия составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Один гражданин направлен в Анапский городской суд для принятия решения об административном выдворении за пределы территории России. Также в настоящее время по фактам незаконного привлечения иностранной рабочей силы и организации незаконной миграции проводится проверка. Профилактические рейды будут продолжены в целях обеспечения порядка в сфере миграции на территории города-курорта Анапа на регулярной основе.